на третью вкладка тема здесь можно выбрать логотип либо в текстовом виде то прописать его здесь до слоган и name или images тогда вот здесь есть поле для ввода для выбора логотипа загрузить его нужно суда с компьютера выбираю какой-то свой логотип открыть загрузить выделяем вставить если нужно если хотите отображать для маленького экрана маленькую версию вашего логотипа то есть есть у вас такой логотип давай сначала сохранимся пойдем на сайт обновимся то есть вводный логотип здесь показался он не маленький да то есть здесь есть еще название логотип есть сам вот иконка лучше вам позаботиться об этом и здесь включить его когда мы это поле включаем то здесь показывается поле для ввода для выбора маленького логотипа также с компьютера выбираем его если у вас такой логотип имеется у меня есть 50 на 50 пикселей небольшой логотип я вот здесь выбираю и потом после мы уже увидим когда будем работать с мобильной версии увидим как он вообще выглядит и где он отображается дальше что касается липкого меню то есть видите при прокрутке она у нас меню изначально залипает вообще большинстве случаев этом практически всем нравится что меню всегда под рукой пока меню конечно нас тут нет кроме холму здесь но вдруг кому-то нужно сделать так чтобы она прокручивалась тоже и то есть в настройках самого шаблона переходе на вкладку template options и здесь вот есть стики хайда то есть залипающая шапка если в положении of обновляем страницу и вот видите прокручивается вместе с сайтом дальше если все-таки мы оставляем залипающую шапку то вот здесь есть вот transparent header если включаем положение он это говорит о том что подложка будет прозрачная давайте сохранимся обновимся вот вы видите да у нас той подложки нет меню находится прямо на нашем бэкграунде и логотип тоже и при прокрутке появляется подложка вот такого вида до соцступами еще на будет поработать у нас логотип прилипает слишком близко к верху браузера на этой вкладке на которой мы с вами сейчас находимся много полезных опций например preloader он у нас изначально был включен что это такое вот такая видите тут предзагрузка такой вот крутился здесь и красный экран да если вам он не нужен то есть смотрите если сайт небольшой лучше отключать его чтобы вообще не было если сайт очень длинная страница вниз долго открывается то preloader можно оставить go to top включим это полезная кнопка прокрутка наверх давайте посмотрим как она здесь выглядит обновляемся при прокрутке видим такой квадратик кнопки пока нет должна быть стрелка позже посмотрим что там с ними так дальше of canvas позиция то есть это по идее выскакивающий такое боковое меню для мобильных устройств то есть менюшка прячется да и выскакивает такая подложка вы наверное часто видели вот выскакиваете и влево или вправо здесь надо выбрать как лучше вам нравится фиксит футер по сути это говорит о фиксации футера футер это не сайта давайте обновимся то есть получается что как футер видите сразу виден здесь ну не знаю я такого не видел ни разу мы шаблонов поэтому фиксит футер я бы на не ставил upload favicon это маленькая иконка которая подставляется во вкладке браузер рядом с сайтом до желательно использовать формат нужен скорее всего и к в некоторых случаях работает png вот есть меня 16 на 16 пикселей png дальше про выбор макета мы с вами уже говорили здесь все понятно дальше включение социальных сетей отображения если включаем то нужно прописать ссылки на профили в социальных сетях есть youtube facebook ну и вконтакте конечно же нет twitter так далее есть возможность включить enable бокс это так сказать не резиновый такой каркас если включаем сохраняемся то видим здесь по краям то есть видим как бы каркас сайта да то есть это тоже плюс соответственно если мы включаем это то здесь есть вариант выбора на задний план разместить либо изображение либо цвет то есть сейчас на выбор из 5 изображений можно поэкспериментировать и ширина в процентах 90 процентов нас стоит по умолчанию можно оставить вот давайте я попробую другое изображение сохранимся обновимся то есть займут как кирпичный фон вот сзади теперь какой-то темный фон теперь более отчетливо видно что сзади у нас есть какой-то фон